Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить одно корейское блюдо под названием кимчи. В кимчи существует очень большое количество вариантов. Готовить мы будем вариант, который, на мой взгляд, самый простой и самый вкусный. Итак, что нам для этого потребуется? Пекинская капуста, один вилок, соль, кориандр молотый, молотый чили, растительное масло, а также имбирь, чеснок и чили свежестручковой. Для рассола нам понадобится кипяченая горячая вода. Рассол делается из расчета 2 столовые ложки соли на литр воды, после чего прям в горячей кипяченой воде делается рассол, после чего его надо остудить и уже холодным рассолом мы будем пользоваться. Итак, приступим к приготовлению. Первым делом хорошо промытую капусту мы режем вдоль по кочана. Вот таким образом. Один кусок у меня получился довольно таки узкий, маленький, второй прям огромный, поэтому я разрежу его еще раз. Чтобы просолилось все равномерно, я наверное разрежу все-таки и эту часть. В общей сложности мы получается режем один вилок на четыре части. Затем берем какую-нибудь посудину, я возьму такое пищевое ведро и укладываем на дно вилки нашей капусты. Теперь берем заранее подготовленный рассол. Повторю, это две столовые ложки соли на литр кипяченой воды, но рассол при заливании должен быть уже холодным. И заливаем нашу капусту. Он должен покрыть хорошо всю капусту. Капуста всплыла, поэтому придется сверху положить какой-то гнет на нее. В виде гнета у меня выступит такая стеклокерамическая форма для запекания. Вот на этот вилок капусты ушло два с половиной литра рассола. Теперь мы оставляем капусту вот так в рассоле в теплом помещении, ну я оставлю в кухне, на два дня. Кусту нашу мы просолили два дня, потом промыли в холодной воде, после того как вытащили ее из рассола. Отжали. Еще отожмем чуть-чуть. И нарезаем вот такие куски. Укладываем какую-нибудь пластиковую емкость, которую потом можно будет закрыть крышкой. Капусту мы нарезали. Далее засыпаем сюда одну чайную ложку молотого кориандра. Берем терку. И на мелкой терке трем чеснок. Трем примерно сантиметра полтора-два имбиря. Больше не советую. Добавляем примерно 15 миллилитров растительного масла. Перемешиваем хорошенечко. Берем перец чили. Сперва разрезаем и удаляем все семена, после чего будем мелко нарезать. Хорошенечко перемешаем. Добавим красного жгучего сухого перца. В оригинале рецепта указано, что добавлять надо одну чайную ложку. Но я добавляю по своему вкусу и вам советую сделать так же. Потому что чили и перец так очень и очень острые. Чтобы не получилось капуста, которую потом просто не сможете есть. Также не забывайте, что здесь имбирь и чеснок. Теперь мы наш тазик закрываем крышкой и оставляем в теплом помещении еще на два дня, чтобы капуста немножко сплотилась. Прошло еще два дня. Открываем наш кимчи. По запаху чувствую, что кимчи настоялся. Пахнет так, как все время пахнет в торговых рядах корейцев, где корицы продают свои закуски все эти. Добавляем свежую зелень и перемешиваем. Любители соевого соуса могут добавить соевый соус. Совсем немножечко сейчас не помешает. Также еще можно добавить сейчас обжаренный кунжут. Мне нравится без всего этого. Накладываем и подаем в качестве закуски или, к примеру, как гарнир к мясу. Ну вот и все, дорогие друзья. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Увидимся.